В программу СОЗ ЖКХ поступил звонок от жительницы дома 28Б по улице Рихарда Зорги в Туле. В одной из квартир дома рухнул потолок. Мы приехали, чтобы на месте разобраться, что конкретно и почему здесь произошло, а также как эту проблему можно решить. Надо мной какие, душевая у них. Им сказали душевую убрать. Они от нее, наверное, проливают на меня. Было, они пролили немножко, не немножко, а как следует. Потом это самое, это плитки надулись вот так. Смотрю, ну думаю, когда это, да когда это пойдет. Только вчера вот покушали вечером, зашли домой, как грохнуло тут. Это обвал был жуткий. Все, и плита, и все на свете, все застыпано было вот этой грязью. Завтра сказали, придут, что это делать будут. Какие-то подпорки будут по углам, чтобы потолок не обвалился. Капитальный ремонт, сказали, делать не будут, потому что дом наш аварийный. Поэтому он капитальному ремонту не подлежит. Была комиссия. Сказали, только до подпорков вот это вот подставят и все. Пока ничего делать не будут. Фасад вот, видите какой он? Весь обваливается. А сколько это? Этому дому, с какого года он? После военной постройки немцы еще пленные строили. Еще немцы пленные строили эти дома. Вот. Так что нам нужно ремонт сделать обязательно здесь. Мы меру охранного порядка приняли. Там уже во второй квартире уже укрепили потолок. У них стоит незаконно, установлено, без проекта, без православных документов, душевая кабина, которая там не должна стоять. Дом уже очень старый, с 1949 года постройки. Перетрыки там у них деревянные. Дом признан аварийным. И он стоит в плане на капитальный ремонт. Алгоритм для собственников квартиры, которая подверглась затоплению в соседей сверху, в связи с установкой душевой кабины, без согласования и получения необходимых разрешений. Следующий. Собственникам квартиры рекомендую написать заявление в жилищную инспекцию Тульской области, приложить к этому заявлению копию акта, составленного управляющей компанией на предмет затопления квартиры, предоставить фото нанесенного ущерба. Это первое. Второе. Это обратиться с исковым заявлением в суд. В исковом заявлении должно быть указано, что собственник квартиры такой-то просит вынести решение по возмещению ущерба. И суд еще должен принять решение по ликвидации вот этой душевой кабинки, в связи с тем, что она установлена незаконно и не согласована с нарушением требований эксплуатации жилого помещения. Получается, что виновниками возникшей проблемы стали соседи и немолодой женщины. Коммунальщики в данном случае среагировали оперативно. И теперь всем жителям дома нужно сообщить о помочь немолодой женщине в ее борьбе с соседями и их душевой кабинкой. А также проследить, чтобы управляющая компания не затягивала с проведением капитального ремонта и сделала его с хорошим качеством. Елена Хворостенко, Сергей Фоночкин, программа СОС ЖКХ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова